Утро среды. Сводки Росгидромета практически ничем не отличаются от последних дней. Но чуть позже пришло важное сообщение. В 9 часов 20 минут в Полдарсе затор все же тронулся. В районе бывшего леспромхоза река практически чистая. Лишь изредка можно заметить одинокие льдины и остатки ледохода, разбросанные по крутым берегам Суханы. Но все же оптимизма это не внушало. Всего в паре километрах выше по течению, буквально на наших глазах, ледяные глыбы ломали друг друга, уплотняя хвост многокилометрового затора. Вместе со льдом перемешаны доски и бревна разного размера и диаметра. Глядя на это, понимаешь, стихия не подвластна никому. Не менее впечатляющая картина открылась и в деревне Апоки. Низины здесь стали сплошным заторошенным полем. Отметим, Сухана, огибая деревню, делает в Апоках резкий поворот. В деревне Апоки затор здесь все еще стоит, как и пять дней назад. Основная заторошенность наблюдается у левого берега Суханы. Связано это, скорее всего, с очень крутым поворотом. Лед, разгоняясь, упирается прямо в противоположный берег реки. Воды в Апоках много. Видно это невооруженным глазом. В полдень уровень составлял 920 сантиметров. Конструкции гидроузла, которые обычно полностью видны, практически скрылись под водой. От сосен и елей, стоящих на берегу, видны лишь верхушки. Небольшие подвижки, сопровождавшие многокилометровый затор на протяжении всех дней, лишь на немного сдвигали ледовое поле. На некоторых участках это было отчетливо видно. Глядя на затор, невольно задумываешься, какая сила необходима, чтобы сдвинуть его. Но уже в 14 часов стало известно, что от головы затора оторвало кусок, а часом позже ледоход фиксировали уже в Апоках. По состоянию на 16 часов в Полдарсе и Апоках шел густой ледоход. Уровень воды упал на 220 сантиметров. Одновременно с этим в Каликино вода прибыла на метр с небольшим. Напомним, на территории района действует режим повышенной готовности. На данный период времени проводится мониторинг как с вертолетами И-8, так и посредством беспилотных летательных аппаратов. И также произошла передислокация личного состава группировки МЧС России в населенный пункт Кузина. По словам гидрологов, уровень воды при прохождении паводковой волны в районе Великого Устюга прогнозируется порядка 7 метров. Андрей Жилин, Антон Карев, Новости провинции.